Здравствуйте, с вами магазин экзаменю, меня зовут Екатерина, и сегодня по многочисленным заявкам я расскажу вам, как и из чего собрать минимальный, но подходящий комплект для ублефара, из товаров, которые есть у нас в магазине и не только. Для ублефара, для невзрослой особи, возрастом где-то до полугода, ну 7-8 месяцев, вполне подойдет террариум кубик по площади дна 30 на 30 сантиметров. Если у вас живет особь старше этого возраста, желательно уже брать более крупные размеры. Для начинающих заводчиков в качестве напольного покрытия вместо грунта подойдет идеальная газонно-кустная трава. У нас эти кусочки продаются в размере 50 на 50 сантиметров, стоят 350 рублей, вырезается крайне просто, зато вы имеете аккуратное, эстетичное, декоративное покрытие. Для ублефара самым важным моментом является прогрев. Прогрев террариумов такого размера лучше всего обустраивать за счет коврика экзотера мощностью 4 ватта. Эта температура будет оптимальная, в точке прогрева порядка 30 градусов и располагать его нужно в углу, ближе к задней стенке. Ровный срез на корпусе для поводов экзотера даст возможность аккуратно его установить. Грубо говоря, ставим вот так вот. Собственно говоря, над самим ковриком обогрева должно находиться теплое укрытие для ублефара. В ассортименте всегда можем предложить от двух и более вариантов. Самые популярные, самые теплодержащие у нас являются декорации экзотера. Можно выбрать классическую пещеру, можно выбрать забавный ананас из новой коллекции. Если вы дарите этот набор или собираете ребенку, ну если вы в принципе креативные, любите цветные детальки в вашей жизни, ананас будет самым забавным и подходящим. Отлично сочетается с зеленой травой. Далее нам нужно будет выбрать еще кормушку или поилку. Все зависит от того, кормить вы будете с пинцета или же на свободный выпуск выпускать сверчков. Кормушку можем предложить вот такую. Опять же фирма экзотера, самый маленький и удобный размер, идеально подходит для некрупных террариумов. Также можно предложить вариант совмещенной поилки с еще одним укрытием. Сейчас я вам расскажу для чего лучше всего использовать именно этот набор. Поскольку для облегчения линьки у блефара рекомендуется установить влажную камеру, как раз таки содержание воды рядом с влажной камерой даст более повышенную влажность. Секрет прост. Ее мы устанавливаем на дальнем углу от точки прогрева, чтобы у животного было самое теплое место и самое прохладное. Влажную камеру мы рекомендуем наполнять сфагнумом. Маленький кусочек либо отколливаем, либо помещаем в воду, и он начинает размачиваться, отламываем. Помещаем внутрь влажной камеры. Почему лучше использовать именно мох сфагнумом, а не салфетки? Потому что животное сможет в него закопаться и потереться нужной частью своего тела. Таким образом, полностью смочив себя и облегчив линьку. Вот такой вот простой маленький комплект. Также рекомендуем использовать термометр для контроля температуры внутри теплого укрытия и внутри холодного. А дальше уже можно добавлять декорации по вашему выбору. В следующий раз мы расскажем вам о том, как собирать террариум под блефара одного или сразу нескольких в размере по дну 45 на 45 сантиметров. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok